приветствую вас друзья с вами варчик и что нужно в этой игре чтобы в нее было не так скучно играть поскольку в нее скучно играть ну никому не секрет что нового особо интересного в игре ничего особо нет все как было разработчики очень боятся что-то в игре испортить поэтому они делают никаких резких движений ни вправо ни влево а строго идут прямо на дно и никуда не сворачивают есть некоторые вещи за которую стала играть еще скучнее чем было раньше тоже подгорало но не так часто поскольку было не скучно а более-менее даже приятно и весело играть но хоть и подгорало но все равно какие-то положительные эмоции от игры получали а сейчас все как-то тухленько в плане получения позитивных эмоций от игры кроме как прокачать танчики и поиграться в рандом либо в клановых боях побыть рабом и потрачить по четыре часа в день месяц в укрепах или на гк особо заняться в игре нечем вели ранговые бои но ранговые бои опять то же самое тупо рабство кто больше накатает за месяц бою не скилл проверяется а кто больше бою накатает и ты опять как раб пашешь месяц ради каких-то там фиолетовых фигнюшек тоже никакого позитивного ничего не получаешь ты должен получать отбоя удовольствие и он был должен быть насыщенным и не всегда но хотя бы через раз приносить какое-то удовольствие и положительные эмоции а сейчас все режимы картошки это просто накатай бои накатай ради какой-нибудь фигнюшки в клане ради плюшки в рандоме чтоб выкачать какую-то фигню либо формануть серебра либо в укрепе просто накатай боишься формануть серебро в ранговых боях накатай боишься формануть бон и ну и просто накатаешь 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 а само содержание боя какое-то не очень так вот я вам расскажу свои мысли на мой взгляд чтобы я добавил в игру чтобы игра была более насыщенной и интерес ну или возможно какие-то вещи бы изменил либо убрал первое самое простое из-за чего стало скучнее рать это однообразные коридорные карты и стала скучновато по кругу там пять с половиной карт крутится и все старые карты жалко что убрали новых нет это очень повлияло на то что скучно одни и те же карты на протяжении многих лет видеть уже надоело хочется что-нибудь новенькое перед глазами видеть какой-то новый рельеф новые какие-то тактические ходы применять на картах но как мы видим картошка пошла в сторону коридорных карт накручивание танком брони и пробитие голдой и чтоб все больше голдой стреляли вот принципе все в коридорных картах только лоб в лоб голдой и стрелять никаких тактических маневров особо применять не надо просто стоишь и лоб в лоб убиваешься на мой взгляд это очень веская причина почему скучно следующее это скил игроков и на высоких лавалах и на низких очень скудный поощрение к на мой взгляд плохих игроков в бою с серебром и опытом делается зря люди должны понимать что они сырали плохо им нужно тыкнуть носом и после боевых результатах показать им что ты сыграл плохо ты ушел в минус по серебру не получил опыт а даже очень ужасные игроки за большое количество боев до качества десятого уровня и там играют настолько же плохо как и всегда не большое количество боев а играть они не умеют совершенно если бы им не давали за бой не опыта а серебро в минус они бы понимали что что-то я делаю не так и мне не стоит идти выше мне нужно еще здесь задержаться на низких или на средних лавалах и подумать как играть хотя бы они ну не прям там как все скиловики а просто хотя бы минимального бою что-то делать не с мостом с нулем урона прыгать не подпирать союзников не стоять них а просто минимально хотя бы поучаствовать в бою это не не требую там каких-то сверх since love просто минимально поучаствовать в бою чуть-чуть подъехать там пострелькаться подсветить чуть-чуть что-нибудь сделать а не вот это вот тяжелые танки на красной линии стоят в кустах а птшки лоб в лоб бодаются с врагами но это бред они вынуждены уже птшки надо едут вперед просто вынуждены бодаться потому что некому тяжи ки стоят в кустах лтшки стоят пустах все стоят в кустах никто никуда не едет кто-то там союзника убивает кто-то с моста прыгает кто-то там перевернулся на маусе на респе стоя в кустах весь бой в конце катки и все это происходит вы это на стримах видите играть ну с такими людьми но не очень прикольно это просто печально поэтому я считаю надо им тыкать носом что они сырали плохо на 10 лавалах играли бы нормальные зелененькие чувачки которые старались бы играть людям которые играют как обезьяны им зачем идти на 10 уровень пусть они внизу там на низких лавалах как обезьяны играют какая разница я не думаю что они от этого донатить будут меньше я вообще не думаю что они донатят потому что они там десятку выкачивают за 60 тысяч боев там или не знаю за сколько вообще это капец смотришь там на особо прям танков никаких нету куда они там донатит не думаешь им бы самим интереснее стало играть они хоть что-то в бою делали хотя бы минимальная 3 спа отъезжали 100 метров хоть куда-то раз стреляли потому что сейчас играешь такое ощущение что одни боты или дебилы или с морга людей принесли играть или я не знаю следующее это скрыть ник и статистику но поскольку я понял по ответам разработчиков и по разным видео всяких топ водомесов xvm из игры никогда не уберут даже если когда-нибудь запретят какие-то сторонние модификации а все моды уже будут внутри игры то тогда все равно xvm останется поскольку это популярная такая вот модификация xvm комплексная которая вся включает кучу модов ее не уберут она пользуется спросом ну и это печально мне-то принципе все равно что меня фокусе мне просто смешно когда на меня дурачки упараются и умирают как один разработчик фотон однажды сказал высокая статистика это привилегия ну и я сначала посмеялся потом так подумал реально сколько обезьян от меня разбилась в рандоме красных желтых там они просто едут упараются и умирают статист всегда статист и даже когда на него упараются он как-нибудь придумает извернется и выйдет победителем из этой ситуации а днище она всегда была днищем и будет днищем мне их просто жалко и хотелось бы играть против нормальных соперников они против этих обезьян для них было бы хорошо чтобы либо они не пользовались xvm либо его куда-нибудь убрали потому что ну просто он портит игру для дней для днищ ну и также плохой осадок остается после арты которая весь бой стреляет в одного чувака но тоже неприятно было бы хорошо без этого но насколько я понял никогда xvm из игры не уберут поэтому страдать ну может быть сделают чтоб скрывать ник но это мне кажется пофигу уже будет с xvm вскрытие ника бесполезная вещь разве что она поможет там единицам топ водомеса в которых фокус от панику и союзники и враги но это все фигня также было бы неплохо убрать урон от союзников даже не потому что меня там иногда по статке или там кто-то убивает или стреляет а просто бесит когда полкоманды на респе начинает убиваться еще не видя врагов уже полкоманды сдохла просто потому что кто-то кого-то дотронулся неправильно там или что-то не так поехал не в ту сторону кто-то башню не так глянул не туда посмотрел и все начали там на респе поубивались и все боя нет время потрачено зря осадок от боя не очень и все было бы хорошо убрать урон от союзников но я так понял этого тоже не сделают следующая вещь это одна арта на бой это очевидно уже было очень давно и у меня такое ощущение что через год через два разработчики дойдут умом до этого и сделают одну арту на команду и не нужно будет ее никак не балансить ничего не с ней не делать даже если арта будет имбовой какой-то или что такое одна арта на бой это будет нормально пусть он там клацает фиг с ним потому что когда две три арты стрелять в один танк по фокусу даже не во взводе играя хотя они не могут играть в азоте они просто по xv ему фокусе ты так просто людей которые активно играют они фокусе неприятно играть в эту игру активно хочется поиграть активно арта этого не дает сделать поэтому одна арта это было бы решение многих проблем следующее чтобы я хотел изменить или добавить в игру это отметки на стволах набить три отметки это в принципе для хороших игроков не так уж сложно просто там постарался один день два дня там в какой-то день у тебя лучше идет игра в какой-то хуже итогово ты набил хотелось бы какую-то после получения трех отметок такую вот вещь допустим один процент или там какое-то количество людей на определенном танке получали там какую-то либо дополнительную отметку либо четвертую и чтобы она была сгораемой было бы намного интереснее а то бывает что кто кто-то купил чтобы кто-то ему набил отметку что ему друг то сват то брат набил потом смотришь у него три отметки вроде есть а играет как не знаю кто и отметка у него там далеко не 90 процентов а там и 75 и 80 даже двух до двух отметок не дотягивает но на стволе у него три отметки было бы интересно какую-то дополнительную отметку которая сгорала бы и чтоб только маленький небольшое количество людей на каждом танке имела эту дополнительную отметку которая бы сгорала было бы прикольно чтобы ты на своем любимом танке играл и стремился к какому-то результату было бы интересно на мой взгляд следующее что раздражает это всякие фугасницы и бабахи честно говоря непонятно арте якобы порезали альфу а бабахи как бабахали и фугасницы по ваншотами так и бабаха мне кажется надо что-то с этим сделать потому что когда ты стоишь к ним лбом на тяже они те просто в силуэт по 300 по 400 бахают никакой брони вообще не ощущают и скилл чтобы играть на таких фугасницах никакой не нужен просто в силуэт бахаешь и противного играть против таких игроков против таких танков а если они стали адватные танки бываешь ваншот ну там через пол карты с вертухана и все и не понимаешь какой скилл игры на этих танках и вообще нафиг она надо но мне мне это не доставляет удовольствие не нравится может быть людям якобы фаново на них играть но это просто бесит ну и еще хотелось бы чтобы танки попадали и вниз списка и вверх списка равное количество раз потому что с нынешним балансировщиком ты всегда играешь в жопе списка и танки на которых возможно вообще в эту игру играть стало очень мало это либо 9 уровень либо 10 все на всем остальном играть стало отвратительно особенно на прям танках 8 левела играешь все время с десятками играть просто противно тем более на этих коридорных картах играя в лоб в лоб против десяток на восьмерке вообще жесть какая-то вот такой вот невеселый монолог от меня побурчали поворчали с вами был арчик играть красиво пока пишите в комментариях чтобы вы добавили в игру либо изменили возможно у кого-то будет какая-то хорошая идея пока